Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня освещу вопрос, как выбрать маховое удилище для конкретных условий ловли. Такие вопросы приходят на разные соцсети. Вот решил записать видео, поэтому коротенькое. Значит, как выбрать мах? Какая махалка для меня нужна? Какое маховое удилище под мои условия подходит? Вот такие вопросы хотел бы осветить. Значит, первое, на что стоит обратить внимание, конечно, на условия ловли ваши. То есть, какую рыбу вы ловите, есть ли течение, или это стоячая вода. Ну и, соответственно, бюджет. То есть, мы определяемся в бюджете, допустим, какую максимальную сумму вы можете потратить на удилище, и в этом сегменте уже вы ищите то, что вам нужно. Конечно, чем шире бюджет, тем более легче найти удилище. Еще один момент – это, скажем так, ваша, ну не могу сказать, ваша аккуратность. Потому что, если, допустим, есть люди, у которых могут себе позволить удилище практически любое за любую цену, но при этом они не умеют с ним обращаться, они просто его ломают. Поэтому я сразу могу сказать, что, если хотите, у нас вот отзывы почитайте о магазине Мультифиш, о моем. То есть, у нас менеджеры все, которые все честно абсолютно подбирают удочку. И у нас неоднократно были такие случаи, когда мы просто отговариваем человека от покупки более дорогой снасти в пользу гораздо более бюджетной, дешевой, потому что мы понимаем, что она ему просто не нужна. А для нас важно, и для меня лично, как владелец магазина, мне важно, чтобы человек, купив это удилище, вернулся к нам вновь. А если мы ему продадим разово, как говорим, впарим, то он потом это все поймет, во-первых, и никогда не придет. А во-вторых, просто будет последними словами наскрыть, а, скажем так, для меня важно, чтобы говорили спасибо за наше деяние здесь. Значит, по удилищам чуть отвлекся. Если вы ловите на течении, на сильном течении, вам необходимо делать придержку, проводку, да, придержку, ступеньку и тому подобное. Есть разные виды проводок. Для этого удочка с мягким верхом вам не подойдет. Поэтому однозначно ищите удилище жесткое, не сопливое. Первый вариант. Второй момент. Если это река, и удилище вам нужно там 7, 8, 9 метров, то есть заброс далекий, то удилище должно быть еще иметь малый диаметр колена верха от середины и до тонкой части. Чем меньше диаметр колен, тем легче вам будет заброс делать и тем легче просто держать в руках и ловить, потому что оно будет более устойчиво, если оно будет жесткого строя, быстрого строя, и при этом оно будет с малым диаметром колен, оно будет устойчиво к порывам бокового ветра. Иначе будет происходить такой момент, когда вы держите поплавочек, вот представьте, что это кончик удилища, леска идет, идет, и там поплавок, леска натянута. Она держит поплавок для того, чтобы насадка стояла на точке закорма. И порыв ветра, и у вас вот так колбасит, как говорят, кончик, и у вас этот кончик подергивает постоянно за леску поплавок. То есть нормальные проводки, нормальной ловли в такой ситуации никогда не получится. Поэтому вот течение – это максимально тонкие удилища с максимально минимальным малым диаметром колен верха и, соответственно, быстрого строя. Дальше, второй момент. Если вы ловите карпа, вам не нужны удилища слишком мощные, точнее, я имею в виду слишком быстрого строя, у вас удилище, наоборот, должно отрабатывать рывки крупной рыбы. Не нужно гнаться за сверхбыстрым строем, потому что карп клюет, ну, скажем так, не так, как спортивная рыба. Вот там уклейка, плотвичка, густерка, подлещи, которые вы постоянно как фактически в режиме автомата работаете с этой рыбкой. У вас карп клюет достаточно редко, но метко, да? То есть мощно потянул, и вы должны как следует его мощно вытащить. Поэтому здесь вам не стоит тратить деньги на удилища дорогие, и они, скажем так, истинно, максимально какие-то легкие, и, соответственно, хрупкие. Нет смысла на это отдавать деньги. Вам даже на удилищах правильное по балансу, то есть, что вам было легко его держать в руках. Не надо покупать девятки, восьмерки, семерки, достаточно пяти-шестиметрового удилища. И, соответственно, должно быть удочка строя способного, скажем так, средний, средний быстрый строй, способный гостить рывки рыбки. По хлыстам, точность так же. Спортивные есть хлысты, есть привитые, так называемые, да, и есть полые. По большому счету, полые хлысты мы используем с более толстым диаметром поводков. Допустим, если я хочу на карасика пойти, крупного на карпа, мне нет смысла тратить, ну, брать хлыст привитой. Мне достаточно, я могу пользоваться полом. Точность так же, при придержке, на течении, мы точно так же можем пользоваться полым хлыстом, потому что рыба крупная. Этот хлыст все равно ее рывки асамортизирует, и вот такая настолько деликатность спортивного хлыста нам просто не нужна. То есть, такие хлысты деликатные мы подбираем, в общем-то, на тончайшие поводки, когда там 0,08, 0,1 мы ставим там и так далее. На рыбку, на белую рыбу, скажем так. Поэтому, в общем-то, универсальные хлысты, это полые хлысты, которые не сильно, конечно, жесткие, потому что жесткие хлысты мы используем все-таки больше под боковой кивок, под летнюю мормышку. Так, и третий момент, если мы ловим удилищами-махами на стоячей воде, допустим, карась, платва, там, что угодно. Точность так же, нам по большому счету не нужен сверхбыстрый строй. Если мы держим удочку всегда в руках, конечно, чем она длиннее, тем она тяжелее, и, соответственно, мы должны, тем она желательно должна быть легче, конечно. Но имейте в виду, помимо легкости, первым делом, на что я смотрю, это на усилие в точке хвата кисти. Понимаете, да? Когда вы держите удилище, у вас комель здесь, здесь вы держите само удилище. И вот это место, какое давление создает баланс удилища в этом месте на вашу кисть, это крайне важно. У меня очень много примеров удилищ, которые весят легко. Ну вот давайте далеко ходить не будем, пускай не с удилищами, просто вот мой опыт, абсолютно я могу удочки назвать. Махово я имею в виду. Штекерная ловля, то есть у меня был такой штекер, спидмастер Шимана. Он весил больше килограмма на 13 метрах. Так вот, я им мог ловить 4-6 часов совершенно спокойно. Мне это нравилось, никакой усталости у меня не было. При этом у меня, потом у меня появился, ну, относительно топ от другой именитой итальянской компании, не буду называть какой, да, который весил 887 грамм. То есть, в принципе, или 883. То есть, для штекеров это серьезная достаточно такая вот, ну, то есть, это прям вот суперлегкие и так далее. Но за счет вот этой вот папирусности такой колен и плохого баланса, я уже не знал, что куда с ним деваться после 3-х часов ловли. Поэтому имейте в виду, что баланс это важно. Вес, он важен, но он вторичен. Конечно, он важен, да, но он вторичен. Поэтому надо обращать внимание именно на баланс. На вот это усилие давления. Поэтому я и наши менеджеры пишите, пожалуйста, мне в Телеграм. У меня есть свой собственный Телеграм-канал, где отвечаю только я. Если вы хотите услышать лично мое мнение, пожалуйста, под видео будет ссылочка на мой личный Телеграм-канал. Будет написано вопросом Максима Балаева. Можете задавать его Телеграм-канале. Подписывайтесь, там буду отвечать лично я. Второй вариант. Вы ему звоните в магазин. Все менеджеры в магазине, они прекрасно все это понимают, знают. Никто вас никогда не обманет и скажет всегда честно, как оно есть. Продолжим по махалке для стоячих водоемов. То есть здесь у нас средний быстрый строй желательно. Соответственно, чем длиннее, тем должна быть точность также тоньше колена, и тем легче удочка, и, соответственно, лучший баланс. Ну, я, честно говоря, не припомню, что вот там на девятке как-то, ну, часто очень ловят на 9-метровые удилища или 10-метровые махалки. В основном это 6-7, ну, 8 метров. А в основном, это если карасят, карасевые водоемы, это 5-6-7. То есть такие удилища, по большому счету, испортить тяжело, как говорится, любому производителю. Поэтому, ну, хотя встречаются действительно, которые прям просто неподъемные. Поэтому выберите, что называется, по исходя из среднего, среднебыстрого строя. Раз, чтобы у вас не было большой колбасни, как говорят, вот такого вот шланга. Это всегда плохо. То есть это просто не нужно. И все-таки выбирайте уголечек подороже. Вот посмотрите мои обзоры. Почему подороже? Потому что такой уголь создает правильный строй даже на, то есть удилище среднего строя, оно будет на хорошем угле отрабатывать намного лучше, чем удилище на, там, более низкого, из более дешевого уголечка. Потому что суть какая? Что, допустим, если у вас идет два подряд рывка рыбы, ну, то есть рыбку вы тянете на леске, да, и у вас рыбка один раз рванул, и второй. Вот на дешевом угле у вас может получиться так, что когда отработало первый раз, во-первых, удилище может не отработать вовремя, то есть с опозданием, да, рывок не погасить. А во-вторых, еще вот эта колбаса, есть такая дешевого угля, она может создать такой эффект, что когда рыба два раза рванула, первый раз, а потом второй раз начинает тянуть, а у вас в этот момент как раз вверх подымается вершинка после первого рывка, и получается вы разрываете, да, ну, навстречу, на противоположности, да, рыба в одну сторону, удочку в другую. Вот дорогой уголь такого не позволяет делать, он мгновенно включается, то есть подряд, хоть вы, грубо говоря, рыба там в автоматном темпе несколько рывочков делает, эта удочка всегда отработает, она всегда включится очень быстро, поэтому, с моей точки зрения, вот оптимальный вариант сейчас на рынке России, это Сабанеев Лидер Про, это моя разработка, мое удилище, посмотрите их много видео у меня на канале, подробно, то есть это самый дорогой 46-й уголь, тонн, 46 тонн, японский уголь компании Тарея японской, поэтому удилище самое легкое, существующих, допустим, семерка весит меньше 200 грамм, ну, это просто, ну, нет слов, да, это шедеврально, вот, какая еще удочка весит меньше 200 грамм, семиметровая, ну, нету такой просто, вот, поэтому точность, и при этом она универсальная, то есть вы можете на лещика пойти, и на карася этим удилищем ловить, никаких проблем, помимо этого, мой магазин предоставляет на все удилища гарантию на заводской брак, на весь срок службы удилища, плюс бесплатно две запчасти в год, в период действия акции, по программе лояльности, подробности, условия читайте на сайте, чтобы мне вам все это не перечислять, ну, пока мы такие акции проводим, когда-то я рано или поздно, конечно, закончу, я надеюсь, что я вам ответил на вопросы, если будут еще вопросы, пожалуйста, напишите в комментарии, а лучше в телеграм-канале, потому что под комментарии не всегда я успеваю читать, а вот телеграм-канал свой я читаю каждый день, и каждый день отвечаю на любые абсолютно вопросы, поэтому подписывайтесь по ссылке, всего вам доброго, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok